почему у меня эта проблема возникла почему я начал говорить первое связи с тем что заведующий я часто езжу часто выступаю и белорусские пчеловоды начали говорить бери гостинович вот имеем такую проблему ваши матки или вот матки покупаем у других одинаково все матки стали резко плохими червец пропусками плохой неплотный сот плохой расплод что будем делать и я умом понимаю что виноват это не матки я знаю своих маток они мне работают лучше они хуже чем отличаются и вот эти жалобы пчеловодов привели к первым мыслям второе вывоз воска я предлагаю всем приехать домой открыть алиэкспресс или там алибабу кто что и посмотреть сколько стоит один 100 грамм очищенного воска в в китае 100 грамм очищенного пчелиного воска в китае никто не знает нет так называемого косметического воска я скажу 45 долларов круто купить за 5 долларов очистить и продать за 450 долларов за килограмм хорошая разница это круче мне скатать в беларуси возникла проблема у нас весь воск уходит на россию с россией покупают очень много китай натуральный мозг а ведь свято место пусто не бывает это место нужно чем-то заполнить и она заполняется суррогатами воска содержащим веществами которые потом идут в наши уль и идут по кругу следующее уменьшение эффективности препаратов вот то что хотел сказать завтра немножко вот эта тема касаться все препараты флюволенат флюметрин а метро за издельный интернет флюволенат флюметрин акринотрин этот полоски габон чешские это практически все препараты одного ряда и все они имеют одну проблему они жирорастворимы они растворяются жирных кислотах воск это что это жирные кислоты неправильное применение полосок это в первую очередь оставить полоски на зимовку ну пусть будут да пусть висят это увеличение дозировки это использование препаратов с изначально более высоким содержанием флюволената приводит тому что весь воск настоящее время весь воск практически мира заражен флюволенатом сумасшедшими дозами флюволената сумасшедшими а дальше ситуация лежит этот клещ купается во флюволенате раз который размазан в воске что мы имеем каждый год мы имеем привыкание то есть мы получаем популяцию клеща который флюволенат не работает а 95 процентов ваших полосок продающийся примеру россии которым вы работаете это флюволенат и флюметрин а потом вы говорите а почему полоски хуже работать с каждым годом а потому что клещ не работа не работал против клеща самое страшное то что в этом году насколько вот обратно же общаясь с коллегами немцы пытались поехать за воском в африку я не шучу профессиональные пчеловоды поехали за воском в африку чтобы избежать флюволената они купили воск привезли все хорошо флюволената нет другая зараза в этом воске основа была перицин как называется болгарский препарат перицин действующим веществом и напомните мне бронгенфос вот но оказалось что немецким китай африканский мозг заражен эти бронгенфосом что тоже является плохо для пчел следующий этап это появление типичных заболеваний называемых как мы их называем беларуси с моими коллегами гнильцово подобных болезней видели такие да не не махайте головой не надо каждый может открыть дома лежит личинка она вроде бы погибла ничуть продрявлена крышечка а она не гниет не тянется не пахнет а когда ее ставишь чашку петри и высеваешь но это для тех кто немножко разбирается в теме вне лес не растет то есть почему погибла личинка мы не знаем так вот одна из причин это добавка в парафин воск парафина из теорина который вызывает на поздней стадии в частности стеорина вызывает на поздней стадии гибель личинки она развивалась развивалась переходит из статьи пред куколки в куколку и не развивается погибает пчелы видят вычищают и вот она лежит то есть а на самом деле болезнь это нету это не болезнь то есть она не развивается она идентичная на рамке но личинки погибшая следующая опыт зарубежных коллег вот мы здесь обсуждаем вы говорите что мы промышленные пчеловоды собираем промышленный союз а когда я попросил своего друга из литвы посчитать сколько реально машины в литве для тех кто просто представил себе да литва 60 тысяч квадратных километров 2 миллиона жителей там хватит информации это половина конец области российской всего лишь сколько в литве машины которые делают воск дома сами машин не вальцев а именно машин сколько 25 мы насчитали избились да где-то чуть больше то есть представляете каждый профессиональный пчеловод который имеет свою тысячу семей имеет свою линию для изготовления вощины назвать его глупым тяжело правильно то есть он думает о том что его вощина должна быть его вощиной следующее отсутствие действительных методов контроля фальсификата я вам скажу на сегодняшний день вот я спросил сколько стоит у вас анализ воска и вы не смогли ответить никто это правда то есть не существует на сегодняшний день дешевого ну как я я расскажу об этом методе есть один метод но не существует быстрого способа определить фальсификат воски когда мне говорят покупатели что я откидываю воск ух ты не успел вставить завтра вставлю клянусь завтра вставлю что я вот знаете привезли мне воск а я так беру его в руки это добавка и выкидываю это наглая ложь никто из вас и завтра над вами произведу проведу эксперимент не сможет мне определить натуральность воска и добавки в него парафина я очень легко я воспользовался коллега коллегами из нижнего новгорода друзьями были добавки воска в циферке вы знаете циферки для можно вылить из воска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 они вылиты каждая циферка с разным содержанием воск парафина то есть 10 процентов 20 30 так далее и только одна циферка из них вылита с чистого воска сделано из заброса я проведет эксперимент еще раз никто не смог определить то есть вот взять вощину в руки или взять там кусок воска и сказать что в этом очень мало парафина никто не сможет то есть методов не существует быстрых и следующее но то что говорил профессор польский профессор мариш гагас который меня а вот это не мои данные это данные профессора гагаса что происходит с добавками когда мы добавляем примеру читаю сразу парафин и маленькая просьбочка температура плавления воска кто помнит не но правильно минимальная 43 и понеслась уже температура плавления парафина парафин значительно имеет более низкую температуру плавления и вы часто на своих пасеках замечаете одну тенденцию вощина идет волнами замечаете я вам заявляю официально вощина свежая сделанная из чистого воска никогда волной не пойдет только вощина с добавками идет волной а теперь вот по этому опыту очень легко написано я хочу читать мечтать видно или читать все таки мы добавляем это опыт мы повторяем мы добавляем 10 процентов парафина вощину ярко выраженное влияние не обнаружено полное заполнение рамки расхода 8 процентов 10 процентов парафина в вощине пчелы не реагируют то есть там минимальное количество когда не оказывает практически никакого влияния на семью пчел на ее развитие следующее 30 процентов провисание вощины появление волн изменения геометрии ячеек появление пестового расплода нежелание пчел заполнять ячейку при закармливании на зиму все наверное видели когда ваще на границе венчика меда и расплода появляются нетипичные ячейки которые пчелы перестраивают трудно расплод видели а почему знаете потому что под действием температуры семьи и под действием веса расплода вощина вытягивается и вытягивает ячейки пчелы не терпят пустоты они их тут же настраивают трудно расплодом а скажите пожалуйста они замечали что последние пять лет появилась тенденция пчелы начинают забивать пергу свежие отстроенные рамки видели такое свежие отстроенные рамки а пчел забивает пергой а почему знаете я не знаю что овощина не комментирую производителей а причина одна в этой рамке не может развиваться пчела и хоть как-то ее использовать они и забивают ващиной это нонсенс свежая ващина забитая пергой это противоречит биологии пчелной семьи потому что 20 лет назад только самые темные соты были забиты пергой правильно а мы имеем такую проблему мы и вы часто видите идеально отстроенная ващина красивая супер вся забита яйцами а вы ее память я она яйцами целый сезон забита потому что самое страшное что когда мы добавляем 50 процентов парафина то еще раз повторюсь первое срок получения самой слабой личинки это когда личинка яйцо переходит в личинку на третий день переходит и тут же погибает пчелы вычищают матка откладывают яйца изначально сколько вы теряете сил пчелы матки сколько вы теряете пчел на своей пасеке но парафин это не самое большое зло самое большое зло это стеарин любое количество стеарина добавленная в воск ващину влияет на расплод и уже при 10 процентах мы имеем проблемы а при 50 пчелы вообще не работают на ней самая большая проблема что стеарин нужен а знаете для чего стеарин делает то чтобы ващина не провисала волнами потому что температура плавления его выше чем температура плавления воска и парафина и при правильном подходе из стеарина и парафина можно сделать идеальную ващину который никогда в жизни провиснет и я сейчас не обвиняю ни в коем случае производителей потому что я лично знаю пчеловодов которые для того чтобы заработать чуть больше денег сами бодяжек парафин в воск я лично и знаю и потом этот воск идет по кругу вы потом на этом воске отрастаивается своих работаете со своими пчелами это же просто как сумасшествие что ли мы сами себя копаем яму а с каждым годом и солнце больше 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 короче воск уплывает а нам остается воскоподобное вещество которое даже воском назвать можно только с большой натяжкой а вот интересный момент побочный эффект ну хорошо пчелы строят пчелы отстроили вощину пчелы вырастили там личинок но очень интересно подошли поляки они взяли этих личинок на анализ и сделали обыкновенный биохимический анализ этих личинок то есть биохимию личинок простейшие уменьшение содержания в личинках уменьшается содержание заменимых аминокислот липидов что приводит к ослаблению пчел вы имеете пчелу но это пчела не не до пчела то есть имен меньше медовый зобик меньше размер крыла эта пчела не может принести столько меда сколько приносят нормальная здоровая пчела влияет на качество маточная молочка вы вдумайтесь наличи и добавок в воске влияет на качество маточного молочка в этом в этом молочке пчелы изначально ослаблен и они не могут продуцировать нормальное маточное молотко и эти матрачные молочком они потом кормят матку то есть заметили тенденцию хуже ващина их уже пчела у music матка хуже семья хуже мед и когда для меня Чаще задают вопрос, что бы я поставил во главу, скажем так, промышленного или профессионального пчеловодства. Я скажу, не потому что это моя лекция, это ващина. Потому что самая лучшая матка в самых лучших медосборных условиях, в полностью золотом улье, не принесет товарного меда. Потому что она не может создать очень сильную семью. Потому что изначально, еще раз подчеркну, эти пчелы живут, грубо говоря, в доме, в котором стенки вымазаны изнутри нефтью. Мы же не позволяем себе этого. Я всегда есть пример про жену. Когда ваша жена беременна, нормальный муж, что делает? Она старается лишний раз не поднять, лишний раз оберечь, что-то вкусное скушать полезное и так далее. А почему мы так относимся к тому, что нас кормит, нашим пчелам? Мы их даем то, что изначально является опасным. Но вы же никогда не думали, что мы это же сами потом едим, когда продаем сотовый мед. Здесь нет пчеловодов, которые... И вот это надо вырезать на роликах с ютубовских. Мы же этот сотовый мед потом продаем потребителям. И вместо того, чтобы есть чистый сотовый мед, они едят его с парафином. То есть они жуют свечи парафиновые. Это нужно вырезать обязательно. Продажа сотового меда упадут. Я настаиваю насчет того, чтобы убрать. Представляете себе? То есть мы сами себе копаем могилу. И данные, к примеру, обратно же поляков и немцев. Они считают, что при чрезмерном количестве парафина, либо химии в улье, это один из факторов так называемого слета пчел. Да, воротос себе, вирусы себе, но это еще один из факторов, который усугубляет эту ситуацию. Продолжение следует...